Нам стало известно о кадровых чистках в рядах республиканской власти. Первые ласточки полетели из теплых министерских кабинетов, свободное плавание без бюджетного довольствия. Потери в нашем профильном Министерстве печати и информации. Двое заместителей министра. Александр Глухов и Анатолий Столяров теперь безработные. Будут ли еще отставки и ждать ли тектонических движений в правительстве Мордовии? Прогноз нашего политического обозревателя Евгения Сингина. Нашим новостям стало известно, что из трех заместителей министра печати и информации региона к сегодняшнему дню сохранился лишь один. Он же первый Владимир Зеленов. Двое его коллег Александр Глухов и Анатолий Столяров в министерстве больше не работают. На сайте органов государственной власти есть полный список всех региональных министерств. И если всем понятно, зачем нужно, например, Министерство сельского хозяйства, промышленности или даже расстрельное Минжекха, то назначение многих других не очевидно. Не зря ли там бюрократический аппарат штаны протирает? И делают ли чиновники что-то, кроме вышеозначенной порчи брюк? Итак, в Мордовии есть 18 министерств, 6 госкомитетов, 3 службы и 3 инспекции. Итого 30 ведомств. Это 30 руководителей и десятки замов, начальники отделов, секторов, направлений, старшие и просто специалисты. В общем, армия чиновников. Возможно сокращение в министерстве печати и сигнал остальным. Армию можно урезать, причем никто, кроме увольных, ничего от этого не потеряет. В списке находим Министерство информатизации и связи Республики Мордовия. Руководитель Олег Соколов. У него есть двое заместителей, шесть отделов и консультант-юрист. Министр нашим новостям запомнился попыткой применения телефонного права и пресс-конференции этим летом. Проживет ли мордовская телекоммуникационная отрасль без этого министерства? Ну, пока связь в отдельное направление не выделили, как-то же жила. Министерство культуры штормит уже давно. Там с 2012-го не могут найти адекватную замену Петру Тултаеву. Владимир Шарапов на посту главного по культуре задержался ненадолго. Ушел, кстати, по собственному желанию. Теперь счастливо работает в русской драме «Худруком». А Минкуль демонстрирует суперспособности. Живет и здравствует без головы. Слухи о том, что культуру присоединят куда более успешные национальные политики, ходят довольно давно на фоне сокращения в Минпечати. Этой неподтвержденной информации начинаешь верить больше. Возможно, в начале следующего года мы увидим обновленные Министерства национальной политики, культуры и туризма. Туризм у нас тоже развивается как-то весьма странно. Если копать глубже, то можно наткнуться на Министерство торговли и предпринимательства вместе с Госкомитетом по организации торгов и ценовой политики. Госкомитету вопросов нет. Торги – это важно. Но не пересекаются ли функции Минторга и Минэкономики? Финансовый эффект от слияния путем поглощения пока никто не прочитывал. Но в условиях жесткого дефицита регионального бюджета все возможно. История помнит, что еще в начале 2000-х труд и социальная защита жили под одной крышей и в одном министерстве. Потом появился Госкомитет по труду и занятости населения. Есть ли сегодня шансы, что эти два направления снова сольются вместе? И не передадут ли функции Транспортного комитета в ЖКМ? Ведь так было еще во времена СССР. В любом случае, потенциал для сокращения бюджетных расходов на содержание госаппарата существует. И пока он существует, министерства так и будут. В печали. Евгений Симкин. Наши новости.